Шалом, мои дорогие! Дорогие друзья, с вами Равин Каплан и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы ТЦВ, в которой особый упор делается на усилие единства нашего народа и продолжается рассказ о строительстве Мешкана, начатый в главе Трума. На прошлой неделе, дорогие друзья, мы читаем о возведении стен и потолка, изготовлении, так сказать, мебели, ковчега завета, арона брит, стола, хлебов, предложения и минуры. В главе ТЦВ, дорогие друзья, говорится о процессе изготовления одежд для служителей храма. Перечисляется 8 одежд первосвященника. Рассказывается о том, как облачают коинов для служения в храме. А в конце Тора вдруг пишет еще об одном предмете, храмовой утвари, золотом жертвеннике для воскурений. Вы спросите меня, дорогие друзья, надо полагать, что повеление построить жертвенник воскурений можно было поместить, так сказать, в главе Трума, наряду с другими предметами храмовой утвари. Как эта заповедь оказалась в конце главы ТЦВ? Давайте попробуем разобраться. Начнем мы с того, что изложение этой заповеди оставлено напоследок. Это указывает, что есть в ней что-то особенное, такое вкусненькое, что воскурение благовоний – самый значительный акт для Творца из всех видов храмового служения. Благовония воскуряли в храме дважды в день. Один раз утром, в начале дня, перед всеми другими храмовыми работами. И второй раз в конце дня, по завершению служения. Куэйн должен был воскурять благовония в полном одиночестве. Существовал абсолютный запрет для любого человека на присутствие в святилище в это время. Каждое утро в храме они тянули жребий для распределения дневных обязанностей по проведению храмовой службы. Но для воскурения Куэйны кидали жребель отдельно. И в этом участвовали только те, кто никогда еще не выполнял прежде эту обязанность. Почему? Талмуд в трактате Йона, дорогие друзья, объясняет, совершающий его богатеет. Среди коинов считалось, что воскурение благовония – это сгула, свое родо благословление на богатство. Итак, мы узнаем, что благовония обладают сгулой на богатство и силой остановить эпидемии. И в дополнение к этому в Торе говорится «реях нехоях» – благоухания удовлетворения Господу. Вайкра 1.9. Приятный запах, другими словами, благовоний вызывает удовольствие. Даже можно сказать удовлетворение у Творца. Что же особенно в смеси благовоний, что они обладают такими чудодейственными свойствами? Благовония получали из 11 различных видов душистых специй, не приготовленных в пищу человека. Число 11 настораживает нас. Более традиционное – это 10, круглое число, откуда появилось 11. Каббала считает, что 11 символизирует обратную сторону. В Торе говорится об 11 военачальниках Эйсава, 11 главах его семейств. В других местах говорится, что это число представляет сторону, противоположную святости. Исполнение заповеди предполагает, что все эти специи растирали вместе, пока они не становились порошком, который и воскуряли на жертвенника. Среди прочего, в их состав входило растение под названием гальбан, которое, по мнению Раши, обладало дурным запахом. Раши объяснял, что Писание перечисляет его благовониям и тем самым учит нас, чтобы не показалось нам недостойным приобщать к нашим поступкам и молитвам сынов Израиля, совершивших проступки. Комментарий на шмот 3034. Число 10 символизирует общность, цельность группы, но с добавлением единицы, пусть даже и издающий дурной запах. Появляется 11. Тора учит нас, что смесь благовоний станет кошерной и будет обладать чудодействующей силой и своими сгулой только в единстве всех ее составляющих, даже тех, которые, так сказать, неприятно пахнут. Это подтверждает еще одна заповедь о четырех видах растений. Псукот, лулав и итрог символизируют различные типы людей. И мы, соединяя их, напоминаем себе, что только когда они все вместе, дорогие друзья, мы можем выполнить эту митсву. Правда, все равно, каждый из растений существует само по себе. И мы можем распознать и отличить лулав от итрога. Однако, с благовониями это сделать невозможно, ибо вы должны измельчить все специи вместе и сделать из них порошок, в котором уже нельзя отличить одно от другого. Эта смесь становится общей сущностью и только потом воскуряется, как благовоние. Так и здесь, тогда, когда наш народ объединяется таким образом, что невозможно выяснить, кто распространяет, так сказать, неприятный запах, только тогда и только в этот момент это доставляет удовольствие Всевышнему. Напоследок, необходимо отметить, что Рэбби Скотска постоянно утверждал, что правда всегда скрыта от взора людей. Конечную истину можно найти лишь внутри самого себя. И для этого требуется огромный усилие и поиск, чтобы найти ее. Куда мы не повернулись, нас окружает, так сказать, неправда или ложь. Тора хочет дать нам направление, по которому можно найти путь к истине. Она скрыла имя Моше, Тора, в чтении нашей недельной главы, и скрыла имя Бога, опять так и в книге Истер. Если человек хочет найти Бога, ему необходимо искать его внутри себя. То же самое справедливо и в понимании и благодарности Торы, которую Моше записал, дал нам и учил нас. Тора показывает нам, что мы не так далеки от истины, но ее нельзя найти на поверхности, а только в наших душах. Возможно, запах этого и поможет нам найти правду. Этого я нам всем и желаю. Браха вас лаха. Будьте здоровы. Шалом ваш Равин. Каплан. Субтитры надо. Продолжение следует...